МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подготовили для горожан выставочные площадки, библиотеки и музеи. Подробности далее. История с наружной рекламой в Сарове длится много лет. Долгое время размещали ее бесконтрольно, и бюджет не получал доходов. В 2017 году прошел конкурс, в результате которого два лота выиграла компания «Два Аякса», а один «Ударник». Обе организации предложили беспрецедентные 100% размещения социальной рекламы. Это от кого заявка? От «Два Аякса». «Два Аякса». Предложение участника конкурсу по критерию К2. Предложение по размещению социальной рекламы в процентов от годового объема, распространяемой рекламы 100%. Вот номер два. Заявка на участие. Форма номер один. Общество с ограниченной ответственностью. Два Аякса. Предложение по размещению социальной рекламы в процентов от годового объема, распространяемой рекламы. Критерий К2. Предложение участника 100%. Заявка на участие в конкурсе на вот номер 3. Заявитель общества с ограниченной ответственностью ударник. По размещению социальной рекламы в проценте от годового объема распространяемой рекламы. Критерий К2. Предложение участника 100%. Однако за 5 лет 100% социальной рекламы на счетах город так и не увидел. По отчету контрольно-счетной палаты за 2017-2020 год в Сарове размещалось не более 6% социальных материалов на муниципальных местах. В конце марта этого года истек срок договора с победителями конкурса. И согласно федеральному закону о рекламе, организации, размещающие рекламу, должны убрать ее со счетов в течение трех дней после окончания действия договора. Администрация направила собственникам предписание о демонтаже старых рекламных конструкций. Однако убирать их никто не спешил. В бюджете города на демонтаж заложили 500 тысяч рублей и провели аукцион на выбор подрядной организации, которая займется этим вопросом. Но и здесь дело не сдвинулось с мертвой точки. Договор не исполнен. Это ООО «Мартин» фирма. Заключен по результатам открытого аукциона муниципальный контракт на демонтаж всех рекламных конструкций. А сроки? Сроки 31 мая? Сроки 31 мая, да. Победила фирма «Мартин», она свои обязательства не исполнила. Ну понятно. То есть вы будете расторгать? Да, скорее всего будем расторгать. Ну не скорее всего. Сергей Кугукин, депутат 6-го созыва Саровской думы и главный редактор СМИ группы компаний «Два Аякса». Срок демонтажа конструкции стёк 31 мая. Однако на счетах по-прежнему можно видеть коммерческую информацию, причём она регулярно обновляется. Вопрос народных избранников докладчику о том, внесут ли организацию ООО «Мартин» в реестр недобросовестных подрядчиков, остался без ответа. А реклама меж тем продолжает висеть на счетах незаконно, принося прибыль их владельцам. Сегодня рекламные конструкции стоят, эксплуатируются без разрешения. Сейчас мы думаем, как действовать дальше, потому что срок договора истёк только-только на днях, он не исполнен, поэтому будем думать, как в этой ситуации поступить. Народные избранники решили не думать, а действовать. В ближайшее время в правоохранительные органы направят письмо от депутатов с просьбой разобраться в ситуации, провести проверку и привлечь виновных к ответственности. Самое ценное и дорогое – 1 июня в мире отмечают День защиты детей. Первый раз его провели в 1950 году в 51 стране и с тех пор отмечают ежегодно. Эту инициативу поддержала ООО «Объединенных наций» и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. В России, по данным Росстата, на 2021 год детское население составляет около 30 миллионов 300 тысяч человек. Надо их защищать от печали или от каких-нибудь неудачных случаев, например, когда они падают с велосипеда, с самоката. И еще надо радоваться родителям, что у них есть дети, и они могут поздравить своих детей с этим днем, могут кого-то защитить и подарить подарок. Раньше на Древней Руси их считали самым главным богатством. И их рождают мамы, и они всегда их берегут. А сейчас дети – не главное богатство? Главное богатство сейчас тоже. 1 июня – не только веселый праздник с подарками и воздушными шариками. День защиты детей – это повод напомнить обществу о необходимости соблюдения и уважения прав ребенка. Некоторые плохо знают правила дорожного движения и могут выйти на дорогу на красный свет. Его может задавить машина. Для этого существуют учителя, чтобы им все объяснять, чтобы потом, когда они вырастут, они знали эти правила. А родители не должны объяснять? Должны. А какие права есть у детей, знаешь? Должны помогать родителям, ходить в магазин, может быть, убираться. Ну, еще шалить, так как ни один ребенок не может так спокойно сидеть. Какие у ребенка есть права? У ребенка есть права на жизнь, на самообразование. На самообразование, на… Вот если ребенок хочет, допустим, мне очень нравится играть на гитаре, вот я пойду, но до этого я уже сама играла. Я хотела, я и играла. То есть он может иметь право на свои желания. Так, а помимо прав еще обязанности есть? Какие обязанности у ребенка есть? Убирать за собой, поиграл – убери. Еще хорошо учиться. Любить родителей, уважать, помогать им. Какие права есть у детей? На воспитание, еду, лечение и отдых. Помимо прав, у детей еще и обязанности есть. Что дети должны делать? Убирать за собой игрушки. Когда учиться хорошо, не получать двойки. Родителям помогать. За собой утренние дела делать, кровать заправлять, умываться, зубы почистить. Поддержка семей, создание условий для развития ребенка – приоритет государственной политики России. Норма, закрепленная в Конституции нашей страны. Среди мер поддержки семей – единовременное пособие при рождении ребенка. Оно положено всем российским семьям. Выплата материнского капитала. Помощь с выплатой ипотеки для многодетных. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Кроме того, предусмотрены ежемесячные выплаты от трех до семи лет. И пособие будущим мамам, если среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум. В 2009 году по указу главы государства в России создали институт уполномоченного по правам ребенка при президенте Российской Федерации, который активно развивается в регионах страны. Также существует система местных органов опеки и попечительства, которая призвана следить за благополучием детей в семьях на своей территории. Екатерина Опенова, Сергей Чекалин, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. У пограничников суровые законы. Нельзя нам спать, когда другие люди спят. Эти строки из негласного гимна «Погранвойск» Павел Кудряшов помнит и сегодня. На службу его призвали в 1985 году на Дальний Восток, на китайскую границу в Ханкайский погранотряд. В 1986 году Павла Петровича отправили в Афганистан. А после вывода войск он снова вернулся в уже родную часть. О временах службы мужчина хранит немало тёплых воспоминаний. Когда было за речкой, там воспоминания такие. У нас равнина, а там горы. Я таких гор не видел. И как и высоцкий поёт, лучше гор могут быть только горы. Вот воспоминания горы, бурная река, пянш. Всё, вот такие воспоминания. А на границе это собака. Собаки вообще самый надёжный и верный друг всегда на границе. Никогда не предаст и не продаст. Контроль за соблюдением законности пересечения госграницы, борьба с контрабандистами, браконьерами, нелегальными мигрантами, небольшими террористическими и диверсионными группами – первоочередные задачи погранслужбы. На пограничниках лежит колоссальная ответственность. Сергея Стаканова призвали на службу в 1990 году. Ещё мальчишкой мечтал попасть только в погранвойска, признаётся мужчина. Главное, с желанием шёл на службу, то есть прямо от военкомата. Прям пришли тоже с ребятами, договорились, если будет либо ВДВ, либо погранвойска. Если какая-то другая команда, все убегаем и ждём своих команды. И получилось так, что погранвойска. То есть очень большой сразу. Плюс и настрой на службу, сразу с ребятами признакомились. Всё. И также командой 22 человека. Мы всю службу и отторобанили. Своим опытом ветераны погранслужбы делятся с юными саровчанами. В современном мире военно-патриотическое воспитание молодёжи – очень важное направление, считает Павел Кудряшов. Ветераны проводят встречи со школьниками, помогают детским домам. Армейская дружба не меркнет даже спустя десятилетия. Павел и Сергей до сих пор поддерживают связь со служивцами. Я хотел привет передать ребятам группы специального значения 3451 ГСН «Тайфун». Чтобы не забывали, праздник мы раньше у Алексея Степанова собирались, но сейчас обстоятельства изменились. Но хотелось бы ещё встречаться. То есть мы не забываемся, встречаемся, всё такое. Большое спасибо передать Петру Гришину, то, что он не опускает руки, шевелится, дёргает всех одного, другого, третьего. Всё-таки воспитание молодёжи – это первое, что у нас должно быть и семейное воспитание. День пограничника – праздник для всех, кто так или иначе связан с пограничной службой. Те, кто когда-либо служил, обучал молодых бойцов, обеспечивал материальные и технические потребности подразделений границы. Нельзя забывать и о семьях военных. Им этот торжественный день близок не меньше. Канал 16 присоединяется к поздравлениям и желает стойкости тем, кто день и ночь охраняет границы нашей страны. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Телефон доверия, слушаю вас. Сообщать о своих проблемах, попробовать найти выход из сложной ситуации или просто поговорить по душам. В молодежном центре продолжает работать горячая линия для подростков и их родителей. Каждый четверг молодые люди, оказавшиеся в сложной ситуации, столкнувшиеся с какими-то трудностями в отношениях с близкими людьми, могут набрать номер 99-313 и рассказать об этом специалисту. Подросток, если у него какие-то проблемы во взаимоотношениях с родителями, со сверстниками, с противоположным полом, а также если он испытывает какие-то стрессы, депрессивные состояния, либо он начал что-то употреблять и понимает, что он не может, допустим, поделиться с родителями, но может обратиться к нам. Все звонки анонимные. После обращения по телефону, если Наталья видит, что подростку или его родителям нужна дополнительная поддержка, то он означает консультацию в молодежном центре. Также она работает с обращениями в чате. Сообщение можно оставить в группе ВКонтакте, психолог отвечает. Если подросток не хочет писать с личной страницы, можно написать с анонимной. Дальше кабинет в молодежном центре информации не пойдет. Проблему замалчивать нельзя, считает Наталья. Подростковый возраст сейчас помолодел, и с 9 лет это прям уже нужно обратить внимание на ребенка, посмотреть на то, с кем он общается, круг его общения, чем он занимается, как проводит свободное время. Опять же, сколько времени он уделяет гаджетам, то есть сколько он в телефоне, в компьютере сидит. Потому что гаджеты очень сильное влияние оказывают. Звонки по телефону «Горячие линии» для подростков принимают каждый четверг с 15 до 18 часов. Екатерина Пенова, Сергей Чекалин, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. В этом году программа акции «Ночь музеев» была насыщенной и интересной. На площадках посетители интересовались выставками, творческими выступлениями, экспонатами музеев. И, в принципе, наш музей игрушки, он собирает игрушки, которые делались когда-то у нас в стране. Это очень интересно, познавательно, особенно классно, когда они дают их потрогать. Около городского музея располагалась станция «Белый цветок». Студентки Саровского медицинского колледжа перебинтовывали прохожих и дарили небольшие цветы с сюрпризом внутри. Также рядом с этой площадкой играл военный оркестр. На музейном дворике работали кузницы под открытым небом. Лошкарная мастерская, выставка образцов старинного оружия. А гостям предлагали теплый чай. Перед входом в здание выступали танцоры в исторических костюмах. Все эти активности подготовило Молодежное общественное объединение «Армир». На ночи музеев выступали различные творческие коллективы. Ребята исполняли русские народные песни и играли на музыкальных инструментах. Мы исполняли авторскую песню «Русские умельцы», которая посвящена людям, посвятившим свою жизнь искусству, русскому народному промыслу. Атмосфера искусства царила в художественной галерее Сарова. Живописцы создавали картины прямо на глазах у посетителей, а дети с увлечением отгадывали загадки и создавали поделки. Вот моя коллега сейчас проводит с детьми воркшоп. Мы предложили детям провести свою собственную экскурсию по проспекту Мира. Причем главная мысль здесь в том, чтобы они составили ее на основе своих ощущений от проспекта, каких-то ассоциаций. Они собирают открытку, которую потенциально можно потом отправить, например, какому-нибудь другу в другой город. Ночь музеев собрала сотни горожан на свои мероприятия, но интересоваться искусством можно не только в рамках акции, но и в любое время. Ульяна Скородумова, Сергей Чекалин, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Чем занимаются ученые, инженеры и научные сотрудники Российского федерального ядерного центра? Весь учебный год в НИЕФ и Дворец детского творчества проводили занятия в рамках многолетнего проекта «Профтренд» и рассказывали школьникам города о разных профессиях, востребованных сегодня и в нашем городе, и по всей стране. Заключительное мероприятие этого сезона состоялось в День защиты детей. Для воспитанников Дворца детского творчества специалисты ядерного центра провели атомный квест. Сегодня с нами работники подразделений помогают ребятишкам поверить в маленькое чудо, сделать кондитеры, пирожные, изучить правила спецколонны, движения спецколонны, узнать законы физики и провести сложный эксперимент. Еще у нас есть штурманы. Они узнают вместе с ребятами, что такое глобус, меридианы и пираллели, как двигается самолет и каковы законы навигации. Еще одна станция – криптография. Основу шифрования ребятам помогал освоить сотрудник конструкторского бюро. Дети познакомились с историей криптографии, узнали основы современной науки. Я была на станции криптография. Мне там очень понравилось. Там были всякие поделки. У моей соседки было пословица. Болтун – находка для шпионов. А у тебя что было? Я еще не раз гадала. Без физики в Федеральном ядерном центре никуда. Любовь к этой науке детям на квесте прививала новичок проекта Дарья Фельченкова. Она рассказывала о простых экспериментах и делала с детьми голограмму. Есть эксперименты, рассчитанные на более старших детей. Я принесла эксперименты, которым порадуются и малыши. Например, они увидят необычные гальванические покрытия, летающий карандаш, шагающую пружинку. Узнают, что такое энергия. На станции «Штурман» ребятам объясняли, как связаны математика, география и авиамаршруты. Ребята с увлечением выполняли задания, отвечали на сложные вопросы и радовались, когда все получалось. Я сейчас на станции «Штурман», но мне понравилось прокладывать всякие маршруты до Африки и до Южного полюса. И я узнал много всего нового. А что именно узнал? Где, например, живут пингвины и белые медведи. Также участники атомного квеста получили приятный подарок, сделанный своими руками пирожное. В следующем учебном году проект «Профтренд» продолжится. И Дворец детского творчества вновь распахнет свои двери для будущих светил российской науки. Екатерина Опенова, Сергей Чекалин, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Какой он специалист будущего? Какие профессии будут нужны через 10, 20, 30 лет? Какими навыками нужно будет обладать, чтобы стать востребованным? И чему можно научиться уже сейчас? Ответы на эти вопросы школьники города смогут найти во время профориентационных смен в детском технопарке «Кванториум». Всего их будет шесть. Они пройдут при поддержке Всероссийского центра художественного творчества Министерства просвещения Российской Федерации. Наши смены уникальны тем, что у них есть три линии. Проектная, профориентационная и инженерно-техническая. То есть ребята, которые придут к нам, смогут не только прокачать какие-то свои навыки по техническому творчеству, научиться моделировать, программировать, использовать какие-то IT-технологии в своей жизни, но и познакомиться с новейшими профессиями, которые у нас войдут в топ-30 через 30 лет. За неделю, пока будет длиться каждая из шести школ, ребята почувствуют себя настоящими программистами и инженерами. У воспитанников Кванториума будет возможность пообщаться с представителями профессий, востребованных сегодня, посетить различные производства и компании, работающие в сфере IT и проектирования. Каждая смена у нас будет приурочена к определенному партнеру. То есть в какой-то смене у нас будет телефонная компания «Сарова», в другой у нас будет МГУ, филиал «Сарова», в другой у нас будет анимационная студия «Киноатис», тоже резидент технопарка, где мы находимся. Собственно говоря, будет очень интересно. Каждая смена будет направлена на что-то определенное, но в общем это инженерная направленность. На мастер-классах дети будут работать на новейшем оборудовании, которое есть в детском Кванториуме. Также для них организуют творческие мастерские и много спортивных активностей на свежем воздухе. Все профориентационные школы бесплатные. У нас планируется бесплатное питание, горячее. То есть у нас будет утренняя смена с 8 до 12. Туда входит бесплатный завтрак и обед. А после обеда смена, то есть с 12.30 до 16.30, туда входит у нас бесплатный обед и полник. Возраст участников от 10 до 16 лет. Родителям нужно подать заявление непосредственно в самом детском технопарке, а также заполнить заявку на сайте «Навигатор 52». Трансфер до технопарка не предусмотрен. Детей нужно отвозить самостоятельно. Подробности по телефону – плюс семь девятьсот десять восемьдесят семь пятьдесят два ноль пятьдесят четыре. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Кто-нибудь, наверное, из вас уже знает, как расшифровывается эта аббревиатура. Библио и библиотечные, необычные, интересные истории. В первый день лета и в праздник Дня защиты детей Пушкинка открыла второй сезон проекта «Библионии», который проходит в дни летних школьных каникул. На открытии мероприятия собрались ребята разного возраста. Вместе с сотрудниками библиотеки они сочиняли истории про лето, а также поиграли в ручеек. Первая познавательная игровая программа в рамках «Библионии» носила название «Безопасное детство». Опасности сегодня, к сожалению, подстерегают наших детей не только на улице, но и порой в силу какой-то беспечности. Может быть, ребенок может подвергаться опасности даже в стенах своей квартиры. Поэтому мы считаем, что очень важно в День защиты детей как раз поговорить о том, чтобы наши дети были живы и здоровы, а для этого рассказать им какие-то очень важные и полезные правила. И дети сегодня, работая в командах, постараются эти правила, в том числе и друг дружке, рассказать. Ребята разделились на команды и проходили по разным станциям. На одной из них дети вспоминали правила дорожного движения, поиграли в викторину и узнали интересные факты о знаках дорожного движения в других странах мира. Мне понравилось смотреть, узнать что-то новое. Что именно? Ну, к примеру, что где-то нарисовали такой пешеходный перекус, как зебра лицо или как там рыба. На второй площадке читатели еще раз вспомнили о том, какие опасности подстерегают в их собственных домах. Электроприборы, незнакомые лекарства, бытовая химия, острые предметы, лето, параллесных прогулок и сбора грибов и ягод. Поэтому на третьей станции дети подбирали специальную одежду для леса. Учились различать ядовитые плоды и размышляли о том, что нужно делать, если заблудился. В то же время мне нравится бегать по станциям, даже все равно с детьми малого возраста или со взрослыми. Мне это удовольствие приносит. Больше интересен, можно отвлечься от других дел своих. В течение всего лета по средам в 14 часов Пушкинка ждет юных гостей на познавательные игровые мероприятия в рамках летнего проекта «Библионии». Следующая встреча состоится 8 июня и будет посвящена истории и личности Петра Первого. Также на летних каникулах по четвергам в 14 часов в библиотеке будет работать творческое объединение «Ремесленные подворья». Желающих в это же время по пятницам ждут на цикл познавательных мастер-классов, посвященных компьютерной грамотности компьютер.ру. Летом в Пушкинке по традиции очень насыщенная программа. Поэтому, чтобы узнать более подробную информацию о мероприятиях, заходите в группу ВКонтакте «Пушкинка.Саров» или на официальный сайт библиотеки. Светлана Ярунова, Сергей Чекалин, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». В общероссийский день библиотек Пушкинка сделала подарок своим читателям и всем поклонникам литературы. Творческую встречу с писательницей, искусствоведом, руководителем школы литературного мастерства Еленой Ленковской. Мероприятие началось с поздравлений и теплых слов в адрес всех, кто причастен к библиотечному делу. И сегодня библиотека принимает тот формат, который позволяет создать плюшку поддержения для наших детей, для нашей молодежи, для наших подростков. И вдвойне приятнее, что на базе наших библиотек проводятся такие вот творческие вечера с привлечением и детских писателей. Поэтому еще раз присоединяюсь к поздравлениям. Елена Эдуардовна пишет современные остросюжетные книги для подростков, а также исторические произведения для юношества. На встрече екатеринбургская писательница подробно рассказала гостям о романе для школьников «Мангубский мальчик», который отсылает читателя к легендам Крыма и событиям 15-го столетия. Это роман, написанный на основе реальных исторических событий. Вот в основе исторической сюжетной линии легли драматические события истории второй половины 15-го века, когда во время османского, то есть турецкого, нашествия на Крым, маленькое православное княжество Феодора было вынуждено защищаться. Кроме своего творчества Елена Ленковская побеседовала со зрителями и о литературе в целом, о мастерстве писателя, дала несколько советов начинающим авторам. Желающие могли задать вопросы писательнице. А как Вы вообще решили связать свою жизнь Вас с литературой? Я занималась художественной критикой, достаточно активно. Мне все мои знакомят, говорю, оттуда книжки не пишешь. Писатели, они какие-то особенные люди. Статья не подводила, а книги это другие. А потом подросли уже дети, и вот когда старшему были дети, я вдруг поняла, что можно попробовать писать книжку, которая будет ему интересна. В библиотеке имени Пушкина совсем скоро можно будет взять еще одно произведение Елены Ленковской «Реставратор птичьих гнезд». Физика, математика, информатика, футбол, волейбол и баскетбол. Во всех сферах студенты Саровского физико-технического института участвуют в соревнованиях и побеждают. В актовом зале спортсмены, тренеры и все, для кого спорт является неотъемлемой частью жизни, получили свои заслуженные награды за отличные результаты в сезоне 2021-2022. Я выступала на ТМИАДе 2022 в лыжных гонках, заняла первое место в личной гонке, и в эстафете мы заняли второе место. Во время торжественной церемонии студенты-спортсмены получили благодарственные письма от РФИАЦ ВНИЕФ за активное участие и достижение высоких результатов во всероссийских соревнованиях различного уровня, значительный личный вклад в развитие спортивного имиджа РФИАЦ ВНИЕФ и привлечение жителей города Саров к здоровому образу жизни. В госкорпорации РУСАТОМ спорту уделяется огромное внимание, и у нас в ядерном центре спорт тоже на первом месте. Сегодня такое мероприятие, посвященное спорту, посвященное награждению за победу в Олимпиадах, поэтому победы нужны как в спорте, как в науке, так и в жизни. Считаю, что все ребята, которые сегодня получат награды, получат дипломы, получат памятные призы, все они, ждет их будущий успех, и они принесут значительный вклад в развитие российской науки и оборонной тематики Российского федерального ядерного центра. Студенты с РФТИ показали высокие результаты в спортивных состязаниях по легкой атлетике и лыжным гонкам, на забегах, в футболе, баскетболе, волейболе и хоккею. Где только нет уже института, да, волейбол, футбол, мини-футбол, ну, все виды спортов, поэтому это прекрасно, и это еще одно место, где могут себя реализовать студенты. С 2022 года СРФТИ начал присваивать спортивные разряды студентам. Так, на мероприятии вручили 9 книжек, а в будущем еще 7 юношей получат перворазрядные награды. Также студенческое спортивное движение СРФТИ «Ни-Яумифи» отмечено наградой администрации города в номинации «Лучший спортивный клуб 2021». Ульяна Скородумова, Сергей Чекалин, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Космобол – упрощенный вариант игры в гонгбол. Командная спортивная игра, в которой используется специальный ручной мяч. Команда состоит из шести человек, одного вратаря и пяти игроков на поле. Цель участников – забросить как можно больше мячей ворота соперника, соблюдая при этом правила игры. Ребята из детских садов города сразились во втором спортивном чемпионате Школы Росатома по Космоболу 5+. В этом году 8 детских садов, мы их поделили на пары. Скажем так, образовалась у нас одна четвертая финала. Команда играет на сразу выбивание, на вылетание. То есть проиграл, проиграл и уехал, скажем так. Команда победителей ждет свои пары и в итоге выявляет сильнейшего. Перед тем, как выйти на большую площадку, команды тренировались в своих детских садах. Разучивали правила игры в Космобол, оттачивали технику, разбирали ошибки. Победитель чемпионата прошлого года – детский сад номер один. В этот раз выбыл из гонки за золото. Поэтому передал кубок главному судье соревнований для следующих лидеров. Кубок прошлого года передаем главному судье соревнований сегодняшнего фестиваля. Игры за призовые места выдались по-взрослому серьезными, с высоким эмоциональным накалом. Золото спортивного чемпионата школы «Росатома» по Космоболу 5+, взяла команда детского сада номер 30. Потому что мы очень много тренировались. А я раньше Аделина тренировался. И поэтому мы заняли первое место. Я тренировался вот на Икаре. А я слышал Григория Анатольевича, что он говорит и пополнял его слова. Теперь команда-победитель муниципального этапа представит Саров в финале, который пройдет осенью в городе Лесном. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Субтитры создавал DimaTorzok